Всем привет! На недавних нескольких своих выездах в поля я стал использовать вот такой вот кратковолновый китайский трансивер G90. Не то чтобы он мне нравится больше, чем трансивер нормальных брендов, не китайских, но все-таки более-менее им можно пользоваться и основных сильных недостатков у него не так много. И вот у этого трансивера G90 есть, скажем так, младший брат, трансивер G1M. Этот трансивер G1M имеет гораздо меньшие размеры, чем G90, а также меньший вес, но имеет и меньшую мощность. В этом видео я расскажу вам именно о трансивере G1M. Этот трансивер G1M чисто радиолюбительский трансивер, то есть работает на передачу только в любительских диапазонах, причем не во всех любительских диапазонах, а только в четырех. Три с половиной, 7, 14 и 21 МГц. Между этими диапазонами он не работает на передачу. В диапазонах 28 МГц или 18-24 он тоже не работает, как и на 10 МГц тоже. Хотя диапазон по приему у него очень широкий. Частота устанавливается от 550 кГц до 30 МГц. Это не значит, что во всем этом диапазоне он одинаково хорошо принимает. Но выставить частоту можно именно в этом диапазоне. Выходная мощность передатчика этого трансивера 5 ватт. Питание естественно 12 вольт. Встроенного аккумулятора никакого нет. Есть встроенный громкоговоритель на верхней стенке. Все основные органы управления расположены на передней панели. Здесь же есть разъем для подключения микрофона, вернее тангенты. Вот такой вот разъем это три с половиной миллиметра. Не очень хороший вариант для подключения тангенты. Ну вот такой вот есть разъем. Остальные разъемы все на задней стенке. Это разъем для подключения источника питания 12 вольт и четыре еще тоже три с половиной миллиметровых разъема для подключения разных внешних устройств. Внешнего громкоговорителя, телеграфного ключа, кабеля для программирования или управления по кат интерфейсу и аксессуарный разъем. В качестве антенного разъема используется коннектор типа BNC. У этого экземпляра, который я вам показываю, ручки управления используются нестандартные, немножко увеличенного размера. В оригинальном варианте эти ручки немножко поменьше. Сделан этот трансивер по технологии SDR. Частота оцифровки 48 килогерц. На экране на индикаторе есть спектрограмма без функции водопада. Эта спектрограмма одновременно нам показывает соответственно полосу шириной в 48 килогерц тоже. То есть от центральной частоты плюс минус 24 килогерца вверх и вниз. Несмотря на то, что трансивер SDR, передача в нем работает все равно только в четырех любительских диапазонах. Видимо эта SDR схема передатчика дополнена еще диапазонными фильтрами и усилитель выходной имеет тоже только четыре диапазонных фильтра только на эти любительские диапазоны. Дисплей или индикатор сделан по принципу OLED, то есть это не жидкокристаллический, а светодиодный индикатор, который в темноте красиво очень светится. Кроме индикатора на передней панели есть еще две ручки и шесть кнопок. Одна ручка это регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания. Вторая ручка это валкодер, который позволяет перестраивать частоту или изменять какие-то значения параметров в меню. Валкодер этот вращается не плавно, а с небольшими щелчками. Шаг перестройки по частоте может быть любой. С помощью одной из кнопок можно установить курсор на любую позицию индикатора частоты, и перестраивать трансивер по частоте с этим выбранным шагом. То есть плавность перестройки по частоте может быть любая. Можно установить шаг перестройки 1 Гц, но конечно же нельзя установить какие-то шаги принятые в УКВ диапазоне например 5 кГц или 12,5 кГц, но они здесь и не нужны. Под индикатором расположены пять кнопок, функции которых меняются и сами функции отображены на индикаторе. То есть кнопки никак не подписаны и назначение каждой кнопки можно узнать только посмотрев на то, что отображает нам индикатор. С помощью шестой кнопки как раз и переключается набор функций этих пяти кнопок. Ульяна Борис-1, Василий Борис-1, Елена Ульяна Шестой, Борис-1. Как и большинство любительских трансиверов G1M может работать в частотном режиме и в режиме памяти. В режиме памяти мы переключаем с помощью этого же валкодера ячейки памяти. Работает этот трансивер в режимах естественно верхняя и нижняя боковая полоса, телеграф и амплитудная модуляция. Но амплитудная модуляция только на прием, а частотной модуляции нет совсем. По крайней мере в той версии прошивки, которая используется у меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Горпус у трансивера металлический и громкоговоритель очень небольшой, поэтому звук от встроенного громкоговорителя, во-первых, не громкий, во-вторых, очень узкополосный. Высокочастотный. По возможности я всегда подключаю к таким трансиверам внешний динамик. Часто в полях у меня это вот такой вот будет динамик. И сегодня я тоже с этим трансивером буду использовать такой динамик. Звучит он с ним гораздо-гораздо лучше. В этом трансивере есть отключаемый предусилитель. И каждая кнопка из пяти кнопок, расположенных под дисплеем, помимо того, что могут выполнять разные функции, переключаемые шестой отдельной кнопкой, также еще эти кнопки выполняют дополнительные функции при долгом их нажатии, при долгом удержании. И вот самая первая кнопка при долгом нажатии включает и отключает предусилитель. Я по зоне Гомеля подходил от товари, вот поэтому очень редко... Аттенюатора, к сожалению, в этом трансивере нет, но на первый взгляд с полноразмерной антенной, которую я сейчас к нему подключил, пока проблем с динамическим диапазоном, с перегрузкой не возникает. Рядом, естественно, никаких других КВ радиостанций, работающих в эфире нет. Но вот с обычными сигналами он не перегружается пока. Для управления трансивером по CAT-интерфейсу есть вот такой вот кабель. Это обычный USB 2-serial. При подключении его к компьютеру он образует виртуальный COM-порт и подключается к трансиверу разъемом 3,5 мм. Гнездо есть на задней панели трансивера. Такой кабель либо может быть в комплекте с трансивером, либо приобретается отдельно, зависит от продавца. Потребляет этот трансивер в режиме прием около 400 с небольшим мА при минимальной громкости. Конечно, по сравнению с техникой прошлых лет, собранной на транзисторах без микропроцессоров, без цифровой обработки, это может показаться очень много, но современные трансиверы с микропроцессорным управлением с SDR технологии могут потреблять и ампер и полтора, так что 400 мА это в общем-то не так и много. Дисплей, сделанный по технологии OLED, видно очень хорошо в любую погоду и в темноте он светится, прекрасно его видно. И вот сейчас в яркую солнечную погоду его тоже отлично видно, очень немногие дисплеи могут этим похвастаться, современные, особенно цветные. Да, конечно, дисплей не цветной и может быть поэтому его проще смотреть в яркую солнечную погоду, но все равно факт есть факт, видно его очень хорошо при любой освещенности. Несмотря на то, что на этом трансивере можно установить частоту и 1 МГц, и полтора, и два, приема на этих частотах практически нет, так как нет входных фильтров для этого диапазона, и сигнал с антенны подается непосредственно на вход приемника, на преобразователь частоты, поэтому прием происходит на гармониках гетеродина, и например на частоте 1 МГц или полтора слышно различные вещалки или другие сигналы, которые на самом деле гораздо выше по частоте, но их слышно за счет гармоник гетеродина и отсутствующих входных фильтров, поэтому на 160-метровом любительском диапазоне на 1,8-1,9 МГц тоже можно сказать, что приема нет. Конечно можно сделать внешний преселектор, узкополосный фильтр, и тогда наверное этот трансивер будет 160-метровый диапазон принимать при наличии соответствующей антенны, но в чистом виде не работает. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь QRP, прием. А, прекрасно, QRP, вот это QRP. Анатолий, QRP, честное слово, 5 ватт у меня, 5 ватт. Ну, Алёш, ну какие QRP? Ну, не 5 ватт у тебя? Ну, вот извини меня, пожалуйста. У меня, значит, вот тут приглашали ребята, которые там с полкилобатта, я не могу принять их здесь в Серегметьево. А у тебя 5 ватт я прекрасно принимаю. А с плюсами я тебя принимаю, Алёш. Здесь, в районе городов, где в районе Серегметьево. Анатолий, спасибо большое. Транссивер G1M, китайский G1M, транссивер, 5 ватт питания от аккумулятора. Нахожусь в лесу, на берегу речки. Больше 5 ватт, неоткуда взяться, прием. Прекрасно, Алёша, ну может у меня токанты, тут мне подделал. Хоть я очень чётко слышу станции, но спят вижу с 5 ваттами. Схема транссивера собрана на двух печатных платах. На одной расположен усилитель мощности передатчика с выходными фильтрами, на другой – основная часть схемы. По архитектуре этот транссивер СДР с одним преобразованием частоты вниз на звуковые частоты, на которых и происходит оцифровка. АЦП и ЦАП расположены в микросхеме стереокодека для аудиотехники AIK3204. Частоту гетеродина формирует синтезатор ADF4351, нижняя рабочая частота которого равна 35 МГц. А значит для работы на КВ его сигнал либо смешивается с сигналом кварцевого генератора, либо делится. Управляет всем этим контроллер STM32. Негромко слышу, я где-то в районе балла 4-5 слышу, негромко. Александр, приветствую, 5-9 с плюсами, слышу, 5-9 плюс в полевых условиях. Мощность 5 ватт, всего 5 ватт QRP, прием. А, нормально, да-да, до 7 баллов, 6-7 баллов. 5 ватт, у меня 50, внутри элементы AIK3 еще. А какая антенна у вас в полевых условиях, что за антенна? Несменные вот эти мапевские верлеты, скручивающие, или что у вас на прием? Нет, нет, антенна, диполь, обычный диполь, на деревьях висит между деревьями. И транссир 5-ваттный, называется G1M, китайский такой G1M, питается от аккумулятора прием. Я понял, 5 ватт, все КВ или еще у КВ диапазоны на прием? А он на прием весь КВ, на прием весь КВ, а на передачу только 4 диапазона, 80, 40, 20 и 15, вот десятки там нет. У него есть старший брат, G90 называется, там уже весь диапазон и сплошное перекрытие на прием, на передачу. А здесь передача только в 4-х любительских, но у КВ нет ни там, ни сям. То есть это вот G1M называется, совсем маленький он 5-ваттный прием. Я тебя сейчас с 8 баллом аж слышал, нормально, 5 ватт. Вот ты представляешь, малышка, игрушечный, да, наверное, на вид, а он у тебя очень линейно, чисто работает. И частоты все по минимуму есть, понимаешь, не мелкий звук, не писклявый. И самое удивительное, обычно, когда маленький, теплоохладение слабое, там и токи покоя не выставляют, чтоб он не перегревался. А у тебя все чисто, понимаешь, если там усилишь, все у тебя основа приличная на время. Да, Саш, спасибо огромное за такую оценку сигнала. Вот такой аппарат, на мой взгляд, основные достоинства и недостатки у него такие. Плюсы, в первую очередь. То, что экран системы OLED, это, по-моему, огромный плюс. Его видно в любую погоду, при любой освещенности, для походного аппарата это очень важно. А то есть всякие устройства с цветным ЖКИ, которые на ярком солнце не видно, при ярком свете не видно. В общем, OLED-дисплей, это прекрасно. Второе, то, что он очень легкий, весит очень мало, гораздо меньше, чем его старший брат G90. И, наверное, меньше даже, чем FT817 он весит. И по размерам он тоже очень-очень маленький. Ну и при этом он все-таки сделан по SDR-технологии. Удобно, что есть панорамный индикатор. В отличие от маленького FT817, который уже, не помню сколько, 15 лет назад, наверное, был выпущен в продажу. Здесь есть панорамный индикатор. Видно, кто где есть рядом по частоте. Ну а недостатки, на мой взгляд, такие. Разъемы 3,5 мм, это вообще очень плохие разъемы. Хуже только microUSB. Использовать такой разъем на тангенту, по-моему, это очень нехорошо. Их, в общем-то, и на громкоговорители, и на остальные подключения не следовало бы использовать. Если бы я разрабатывал свой трансивер, маленький для полей, на нем ни одного бы разъема 3,5 мм не было. Да, неудобно. В основном все динамики имеют такой разъем. Но что делать? В полях этому разъему не место. А здесь этих разъемов много. И самое главное, даже на тангенте такой разъем. Второе, заметное очень. То, что прием ниже 2 с чем-то мегагерц практически отсутствует. Из-за того, что нет входных фильтров. И на гармониках Гетеродина слышно очень много всякой ерунды. В общем, 160 метров средних волн нету. Тоже недостаток для меня заметный. Еще такой момент, что несмотря на то, что приемник сделан по технологии СДР, регулировки полосы пропускания у этого трансивера нет. Хотя это можно было бы сделать программно, чисто без каких-то переключений или регулировок в схеме. А просто в программе. Но почему-то этого не сделали. Так что для СДР полоса пропускания могла бы регулироваться. Но еще недостаток то, что на передаче он работает только в четырех любительских диапазонах. Понятно, что нет 160 метров. Ну допустим их нет и не было бы. Но по крайней мере все остальные любительские бы он перекрывал. 28 было бы, не помешало бы. Или просто сплошное перекрытие было по всему диапазону. Потому что так он может быть использован только для любительской связи. И ни в коем случае нигде, ни в каких профессиональных частотах его не поиспользовать. Хотя вряд ли конечно кто это будет делать. Но тоже на мой взгляд небольшой недостаток. Далее такой момент, что звук встроенного громкоговорителя конечно вообще никакой. И сразу хочется подключить внешний. Но наверное сильно лучше его сложно сделать звук встроенного громкоговорителя при таком маленьком корпусе. И по поводу 5-ваттной выходной мощности. Да, аппарат маленький, легкий, QRP и конечно 5 ватт это как бы нормально. Но честно если, то для связи на КВ 5 ватт это очень мало. И при современном уровне развития комплектующих разных компонентов. В таком корпусе свободно можно было сделать мощности 20-30 ватт. И этого было бы уже гораздо более достаточно для связи на 40-метровом диапазоне. На 80-ке даже этого мало, только для ближней связи. Да, для совсем ближней связи 100-200 километров на 80 метров в диапазоне. Конечно 5 ватт достаточно будет в дневное время, когда там помех нет. Можно с радиостанцией карат на 1 ватт связаться. На 5 уж тем более. Но чаще всего все-таки 5 ватт это маловато. Ближнее прохождение открылось что ли. У меня 5 ватт всего прием. Ого, хорошо тебя принимаю. Еще раз включишь, я тебе рапорт дам прием. Да, вот включаюсь еще. Я тебя 9 баллов слышу, 9 баллов. Китайский трансивер G1 G1M 5-ваттный. Он больше 5 не умеет. Прием. Да, я тебя понял, но я тебя слышу хорошо. Модуляция такая низкочастотная, не особо разборчивая. В принципе уверенно, даже ничего не качает. Рапорт тебе 5-6. Прием. Да, Ярослав принято 5-6. Ну тебе 5-9. Очень уверенно слышу, 9 баллов точно. Китайский трансивер G1M. Китайский G1 G1. Китайский маленький, очень 5-ваттный прием. Понял, я понял. Ну высочки ему не хватает. Высочки ему сильно не хватает. У меня начал слабее идти. И разборчивость сразу ухудшивает. Прием. Да, да, штатный микрофон тут, штатная тангента. Надо дорабатывать. Прием. На этом мой рассказ про китайский малогабаритный КВ радиолюбительский трансивер CIEGO G1M закончен. Аппарат безусловно интересный, безусловно заслуживает внимания, так как размеры и вес очень-очень маленькие. А возможности достаточно большие. Но он не без недостатков и в какой-то степени еще сырой. Поэтому аппарат, так скажем, на любителя. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире с разных трансиверов. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, на группу вконтакте. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Китайский трансивер заглючил. Субтитры сделал DimaTorzok.